Добрый день! Вы на канале СтепТоп. Я вещаю из Литвы. На своем канале делаю обзоры книг, которые прочитываю. Делюсь своим субъективным мнением. Вот и на этот раз решила поделиться с вами впечатлением о прочитанной книге. Чем лучше произведение, тем короче обзор. Когда книга великолепна, то говоришь просто, что она великолепна и что ее следует прочитать. Вот, казалось бы, и весь обзор. Но попробую чуть поподробнее. Расскажу хотя бы, что читала. Так вот, этот ролик посвящен книге Джорджа Орвелла под названием «Скотный двор». Если такое произведение читают в школах, а я этого точно не знаю, может уже и есть в школьной программе, я не удивлюсь. Так вот, если школьники читают, допустим, в старших классах, то я думаю, без помощи учителя, его подсказок, исторических пояснений, некоторых моментов, вот тут не обойтись. Хотя бы немного надо быть подкованным, чтобы воспринять произведение правильно и освоить его в полной мере. Но взрослому человеку понять будет легко, почему важна осведомленность. Дело в том, что в книге описаны и зеркально отображены реальные события, происходившие в России в 30-х годах. И в книге видим мнение самого автора о том, что он думает о событиях, происходящих в СССР в те времена. А сама книга написана в 1945 году. Если рекомендовать книгу, то однозначно да, сто раз да, и это произведение лучшее за все время моих видеообзоров. Просто бомба. За время существования моего YouTube-канала эта книга пока номер один, но у нас не самое лучшее за весь этот 19-й год. Были круче произведения, но тогда я не снимала ролики. Само произведение небольшое, но персонажей тут огромное количество. Событий не перечесть. Каждый персонаж, а там животные, людей мало, всего 2-3 человека. Так вот, в основном животные. И каждое животное наделено индивидуальными чертами характера и повадками. Ну, просто как пример могу привести во время голосования на ферме. Там никак не могли понять, почему при голосовании за и против все время на один голос больше. На один голос больше, чем животных вообще на ферме. Но оказалось, что кошка голосовала все время и за и против. Но у меня у самой кошка, хоть я собрание не провожу и голосовать ей не приходится, но характер хитрюче подмечен точно, и я это могу подтвердить. Есть боец, это конь-трудоголик. Свиньи командуют, ну и живут по-свински. Начинают пить, жрать в три горла, врать, предавать. Ну вот не зря они и свиньи. А свиньи, как они говорят, жрут, чтобы другим было лучше жить. Вот такая логика. В книге много образности, метафоричности, что-то подобное, конечно, и сейчас в мире происходит. Скоты – это люди, а люди – скоты в том случае, если они маниакально преследуют какую-то цель. Пытаться перевернуть мир и повернуть реки вспять до добра не доводит. И это показано в книге. Молли есть кобыла такая. О ней в книге мало, но тупостью своей успела вывести меня из себя. Ужасно раздражает тупая идиотка. Кто она и за что я обзываю, так и ту кобыляку. Читайте и узнаете. Ну и все животные сочинили гимн под названием «Твари Англии». На что намек и так понятно. Потом они разрабатывают свою философию, появляется идея и все следуют скотизму. Лозунг скотизма «Четыре ноги – хорошо, две – плохо». Люди попытались предотвратить все это, но движуха пошла по всей стране, а действие происходит якобы в Англии. На ферме у каждого животного есть свое имя и очень говорящие, описывающие характер. Есть ферма под названием «Склоки». Есть кличка животного, например, «Стукач». Началась война животных и людей. Ну и там вы увидите и Троцкого, и Сталина, и Маяковского, и персонификацию русской православной церкви в образе ворона. Все персонажи легко узнаваемы и явно выражены. Если на символизм не обращать внимания, а это невозможно, то теряется, конечно, смысл. Но там все настолько понятно, кто есть кто, что нет никаких сомнений, что речь идет об устройстве общества, конечно. Об устройстве общества, политики, религии, а также простого, тупого народа, который ведет себя, как стадо тупых баранов или любых других безмозглых животных. Обязательно будет искусственно созданный предатель в книге. Это обвал. Обвал кличка животного, который по неволе стал врагом народа, то есть врагом животных, и призраком, с которым сражается весь скотный двор. Кроме пользы от обвалов, в свое время не было зла, и животные некоторые все еще помнят это. Но свиньи, и особенно Наполеон, разубеждают всех в этом всеми возможными способами. Подлость, предательство со стороны свиней, невозможно без слез читать о том, как проводили бойца, а это конь-трудяга, его последний путь. В книжке есть хитрожопые, есть ищущие выгоду только для себя. Но одним словом, все так, как на самом деле дела обстоят и обстояли в мире людей. Наполеон, это так зовут главаря. Обвал тоже хорош. Вот, сначала эти две свиньи и руководили всеми. Потом Наполеон нашел способ избавиться от конкурента и стать единственным лидером. Потом появляется словечко «товарищи». Жирный намек на то и на тех, кто имеется в виду. А лозунг в конце «Четыре ноги хорошо, две лучше» превращается в нечто совершенно противоположное. Неожиданный поворот и полнейший шок испытала в конце книги. Наповал поражает концовка произведения. Что произошло с овцами и почему они орут о ногах – сюрприз. Не расскажу. Ну что еще, свиньи и псы совсем оборзели и совсем освинели. И теперь заповедь их на стене гласит лишь то, что все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие. Скотный двор переименовали в господский. Кто именно это сделал и как такое могло произойти? Ведь все-таки они против этого и боролись долгое время. Столько погибло, такие жертвы и ради чего? Все впустую. Одним словом, читайте и не один раз перечитывайте. Замечательная сказка. Именно так ее назвал сам Орвелл. Перевела это произведение Лариса Беспалова в 1989 году. И вносила поправки до 1992 года. Вот, казалось бы, малюсенькое произведение. Но переводчику пришлось потрудиться, чтобы передать все тонкости и моменты. Ну, что могу сказать? Браво автору! Браво переводчице! Такие книги я очень люблю и уважаю. Ну, начала читать очередное произведение. Как всегда, не буду говорить, что именно. Узнаете, может, через неделю или через две. Все. Пока. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...